Сегодняшнее наше занятие номер 12 и тема его «Меч духовный и молитва». Ефесиным 6 глава, речь идет о духовной войне. Мы исследуем с вами курс «Господь, эта битва, научи меня, как устоять». Тема «Духовная война». Враг душ человеческих, который ходит, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Если ты дитя Божий, христианин, знай, что ты находишься в духовной войне, когда враг одолевает всякими нехорошими мыслями, отвращает отслужение, сеет уныние и крадет нашу радость во Христе Иисусе. Итак, 17 стих. «Шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Вот недостаточно просто думать, чтобы сатана меня не трогал и, так сказать, как-нибудь избежать этого противостояния. Не только надо противостать сатане, но его надо атаковать, потому что сказано в 12 стихе Ефесиным «наша брань не против крови и плоти». Брань, то есть война, война, в которой не только я защищаюсь, но здесь очень важно понять, надо атаковать, чтобы сатана не смог преждевременно это сделать, то есть противостать ему. И как это делать? Ефесина мучает нас. Есть броня праведности. Тот мир, который мы благовествуем, щит веры, да, и шлем спасения, мысли, когда мы рассматривали с вами в прошлый раз, вот когда одолевают плохие мысли, возможно, вы мучимы грехом, который постоянно осаждает вас, может быть, вы испытываете препятствие в служении Богу, может быть, вы больны и не знаете причину недуга. Так вот, в таких ситуациях вы не одиноки, потому что мы видим, что речь идет о духовной борьбе. Миссионер из Китая, Джеймс Фрейсер, он говорил, что был одолеваем плохими мыслями, и подобные мысли приходили мне даже, когда я проповедовал. Я вышел из города и направился в одно укромное место на горе, где я обычно молился. И там я почувствовал, что значит решительно противостать сатане в этой борьбе. Моя молитва была об освобождении, потому что мой Искупитель победил на кресте. И громким голосом я прокричал в своем противлении сатане и его мыслям. И тотчас навязчивые мысли прекратились и более не возобновлялись. И во время атаки я противостою тем, что вслух повторяю библейские стихи, которые мне напоминают Дух Святой в соответствии, с моей ситуацией. И здесь это хороший совет, родные мои. Потому что мы видим, какая атака идет на дело Божие. Когда в Перу было переводы из Священного Писания, сатана все сделал, чтобы команды переводчиков столкнулись с серьезными проблемами, связанными со здоровьем, чтобы помешать им продолжать работу. Значит, когда атака на верующих была, это, знаете, пастор Тони Кван из Маку, он говорит, что многие члены его церкви были подвергнуты физической атакой в ночное время, чем-то, от которого смогли избавиться только призывая имя Господа Иисуса. И он говорит, это не телепередача, не фильм, а самая настоящая реальность, что в этой местности такая проходила духовная война. И Грэм Смит, это австралийский пастор, он говорит, что во время своего визита помог трем девушкам избежать встречи с гадалкой. Во многих странах очень часто вот это свирепствует, знаете, многобожие и оккультизм. И после этого этот сам служитель подвергся разного рода атакам. Ни с того ни с сего даже мебель в церкви начала стремительно перемещаться, хотя не было видно никого, кто бы двигал ее. Во многих случаях посетители дома гадалки, подрезали его машину на шоссе, стараясь, чтобы он выехал на обочину. Внезапно после этого сын его заболел. И при операции обнаружилось, что нет никакой опухоли. А вначале, значит, все, как будто в позвоночнике у него была опухоль. Вот сатана всякие такие вещи посылает. Мне однажды самой приходилось, меня попросили пойти к одной женщине, чтобы и покаялась она, и оказалось, что эта женщина говорит не я, она говорит мы. Как будто она сумасшедшая. А посмотришь, говорит такие вещи, а себе она все время говорит мы. Я говорю, а кто это вы? Вот. И сестра ее была верующей. Она хотела, чтобы вот сестра ее обязательно покаялась, потому что у нее есть некие странности. Что это были за странности? Эта женщина была одержима. И вот после того, когда мы с ней произносили эту молитву покаяния, я оставила этот дом. Вы знаете, я с трудом дошла сама до дома. Мне нужно было ехать на метро и на троллейбусе. И троллейбус меня зацепил за руку и пошел вперед. И я бежала вслед. Вы можете представить? Я им кричу, остановите троллейбус, как будто меня никто не слышит. Чудом Божиим рука моя вообще осталась цела. Потом я должна была навестить одну сестру. Девятиэтажный дом. И я никак не могла выйти на восьмом этаже. Лифт гулял туда и обратно. Это все после навещения этой женщины с силами зла, которая каялась и принимала Христа. Сатана так мстит. В конце концов, уже оказавшись в метро и сев на свою ветку, и мне нужно было сделать пересадку, на пересадке, и я вдруг понимаю, я никак не могу попасть на ту ветку, где мне нужно ехать. Что это было такое? Как это все три случая буквально в первые же полтора часа после того, когда я оставила этот дом, где было изгнание бесов? Вот так мстит сатана. И он действительно верующим, посмотрите, верующим, где переводится священное писание, где делается дело Божие. Сатана атакует всячески. Он атакует и в одиночку, знаете, чтобы люди были зависимы. Вот свидетельство женщины, которая 30 лет была зависима от телесериалов. И она говорит, что испробовала все, что приходило в голову, чтобы избавиться от зависимости. Молила, читала наизусть библейские стихи. И это не помогало. И тогда она узнала о том, что вот именно занятие Кей Артур было о том, что навязчивые, аморальные всякие мысли, сны, когда Кей приказывала духу отойти от нее. И тогда она стала исповедовать. Дух пошел вон. Это дух телесериалов, который цепляет нас и приковывает нас к этому экрану, поселяется в наших домах, в наших душах, и надо ему противостать изгнанием. Потому что сказано, сатана как рыка ищи лев. Ища, ищет кого бы поглотить. Смотрите, меч духовный назван Макария. Меч – это греческое слово Макария. Оно означает короткий прямой меч, и он использовался римским воином. Мы уже рассматривали с вами, что такое шлем спасения, что такое броня праведности. Мы говорили об обуви, сандалиях римлянина. Все говорило о том, что это должен быть воин, готовый к битве. И вот этот короткий меч, он использовался в рукопашном бою. И здесь очень важно вот что понять, что меч вкладывался в ножны, а они пристегивались к поясу истины. Какая красивая картина, правда? Что же это за меч? Меч – это слово Божие. Потому что побеждаем Словом Божиим. И сатана, который желает, чтобы мы жили во грехе, послание Ефесиным учит нас, чтобы мы противостали дьяволу крепкою верою, и что? Убежит он от нас. Вот первые три главы послания Ефесиным говорят о том, что мы имеем во Христе. И мы с вами рассматривали, что мы имеем во Христе Иисусе благодать, мы имеем спасение, мы имеем премудрость, разумение. Восьмой стих. В девятом тайна нам открыта Божья. Мы имеем в нем, в тринадцатый стих услышали Слово Истины, запечатлены Святым Духом. Столько благословений во Христе Иисусе. Первая, вторая, третья главы. А теперь с четвертой главы. Как жить достойно этого призвания? Как жить, имея все эти приобретения во Христе Иисусе? И если тема наша, как противостать сатане? Давайте посмотрим и запишем. Ефесиным, четвертая глава, с первого по шестой стих. Поступать достойно призвания. Вот где наша победа. Если мы будем поступать достойно призвания Христова, сатана сам убежит. Потому что вера предполагает не только исповедание веры, но написанная Иоакова, вера без дел мертва. А каковы же должны быть дела согласно призваниям? Если с первой по третьей главы кто вы во Христе Иисусе, с четвертой по шестой главы жизнь достойна этого призвания. Давайте посмотрим. Четвертая глава, первый стих. Узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны. Вот мы и назвали эту тему. Достойно звания, к которому мы призваны. Второй стих. Каковы мы должны быть? Смиренно мудрее. Кротость. Поступайте со всяким смиренно мудрием. Кротостью. Долготерпением. Снисходя друг ко другу. Выпишите, пожалуйста, все себе на одном листочке. Подчеркивайте ключевые слова специальными цветами. Сделайте перечень всего, к чему призывает нас Слово Божие. И так это характер. Смиренно мудрия, кротость, долготерпение, снисхождение. Третий стих. Старайся сохранять единство Духа в союзе мира. Единство. Сатана к разделению, а Господь приглашает нас к единству. И это все атака на сатану. Когда мы поступаем так? Атакуем дьявола. Потому что сатана, он хочет сеять только, знаете, чтобы не было мира, не было согласия, не было единства, чтобы у вас не было кротости, была надменность. Сам сатана лжец и отец лжи. И его погубила гордость. И этим же он хочет заразить людей. У него хорошо получается. Но Писание говорит, вы не так познали Христа. А как? Вот как. Одиннадцатый, двенадцатый стихи этой главы, Ефетинам 4. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Значит, достойно призвание это служить тем даром, который Бог дал, в деле служения Божьим. Каков твой дар? Как ты служишь в теле Христовом? Используешь ли ты тот дар, который тебе Бог дал? Или, может быть, ты даже еще и не знаешь, что он у тебя есть? А ведь всех Господь, всем абсолютно детям своим дал дары. И дары призвания Божьим не приложены. Как ты служишь в теле Христовом своим даром, который тебе дал Господь? Тут перечислены дары. Они даны для служения, не для хвастовства и превосходства, а для служения. К совершению святых, чтобы мы друг друга через эти дары совершенствовали в теле Христовом. И далее давайте посмотрим 15 стих. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть, Глава Христос. Значит, возрастать в истинной любви во Христе. Стих 22. Отложите прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Обольстительные похоти и прежний образ жизни, как раньше жили, в прелюбодеянии, как сказано, воровство, лукавство, зависть и так далее. Отложите прежний образ жизни, обновиться духом ума вашего. 24 стих. Облечься в нового человека. Ну а теперь практические советы. 25 стих сказано, отвергните ложь. 26 стих. Гневаясь, не согрешайте. 27 стих. Гневаясь, не согрешайте. 27 стих. Не давайте место дьяволу. 28 стих. Не кради. Не воруй. И не воруй не только, знаете, имущество или у кого-то в кармане залез. Не воруй чужое имя своей клеветой, своим нехорошим словами, когда мы воруем доброе имя и нехорошее делаем. Никакое гнилое слово, да не исходит из слов. Видите? Гнилые слова. 29 стих. 31 раздражение, ярость, крик. Удалить. И, наконец, 32. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Вот это все, друг ко другу добры, сострадательны, это все новые одежды. А это все старые одежды, раздражение, ярость, крик и так далее. И гнев. Дорогие друзья, о чем эта тема? Мы говорим о том, как атаковать сатану. Сатану необходимо атаковать новыми мыслями. Эти мысли должны быть во Христе Иисусе, в Слове Божьем и, конечно, в нашем характере. Если наш характер будет стремиться к смирению, к ротости, долготерпению, снисхождению и к единству, то сатане не найдется места, где работать. Его надо лишать этого, знаете, возможности строить плацдарм в нашей душе, потому что мы принадлежим Христу. Мы его дети. Царственное наследство. Дорогие друзья, мы продолжаем тему «Духовная война». И у нас с вами, Ефесиным, 6 глава, 17 стих. «Шлем спасения возьмите и меч духовный». Вот этот меч духовный очень важен. Слово Божие в борьбе с дьяволом. Многие люди, говорит Кей, ошибочно полагают, что для битвы против дьявола необходимы глубокие познания, сверхдуховность, и все это предполагает длительную и сложную борьбу. Иисус назвал сатану отцом лжи, великим обольстителем. С другой стороны, истина Божия разбивает ложь. Хотя многие из методов Лукао могут казаться сложными, у их уничтожения оказывается простым с духовной точки зрения. Вера, верховенство и вседостаточность имени Христа разбивает дьявола и Лукаоова. Уверенность в силу его искупительной крови, как сказано в Откровении 12.11. Смелость призывать и использовать нашу веру, чтобы противостать злому духу и полное доверие Духу Святому. Это все то, что изгоняет сатану. И здесь, дорогой друг, очень важно знать, что когда ты встречаешься лицом к лицу с Лукавым, а он действует через обстоятельства нашей жизни, мы смотрели, как в жизни Иова можно потерять имущество, можно потерять семью, потерять собственное здоровье. Лукавый действует через все сферы, как было в жизни Иосафата, враг извне в лице, аммонитиан и мовитиан, враг изнутри, когда страх. Но когда ты с Господом, тогда Господь тебя научит, как действовать в этой борьбе. Борьба неизбежна, но Господь научит. И вот здесь слово Божие, использование слова Божьего очень важно в борьбе с лукавым. Значит, Ефесиным 6.17 здесь слово переведено как «ремма», не «логос». Логос – это вся Библия, все Слово Божие. А в 17 стихе, где сказано «шлем спасения, возьмите меч духовный, который есть Слово Божие», здесь употребляется слово «ремма», то есть сказанное то, что выражается вербальным образом или написанием. Значит, в отличие от «логос», его можно как употребить, если коротко? «Логос» – это все Слово Божие, а «ремма» – это отдельные тексты Писания. И вот это «ремма», меч короткий у римлян, короткий такой, знаете, был, в рукопашном бою использовался прямой короткий меч, который наносил быстрый удар. И Господь учит нас, чтобы мы знали, чтобы использовать «ремма» – это конкретные стихи под определенную ситуацию. Ведь вот Христос, когда молился, Он же прямо, определенно говорил во время искушения, вспомните, когда Он говорил «написано не хлебом, одним будет жить человек». И когда Сатана говорил «мне поклонись», что говорил Иисус Христос? Матфея 4, 10. «Отойди от меня, Сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся ему одному служи». То есть конкретными стихами изгонять лукавого. И в Марка 9, 17, 29 привели бесноватого к Иисусу Христу, потому что ученики не смогли изгнать. И Иисус Христос запретил Духу Нечистому, что Он сказал? «Дух слепой, немой, я повелеваю тебе, выйди из него вон и впредь не входи в него». То есть Христос обратился к Нечистому Духу, назвав Его его именем, слепой, немой, пошел вон. Значит, Лука 13 глава, с 10 по 17 стихи. Женщина, которая 18 лет болела, она была в немощах, скорченная, она не могла выпрямиться. Иисус Христос сказал этой женщине, «Ты освобождаешься от недуга твоего». И она тот же выздоровела. Одним словом, вот это рема – это использование конкретных Божьих слов для определенной ситуации. Значит, мы должны помнить, родные мои, что Сатана изгнан вон. Не надо думать, что он всем правит. До времени Бог еще допустил ему, и он пытается свои такие последние потуги делать. Но скоро пришествие Христа. И уже в первом своем пришествии Сатана был ранен смертельно в голову. В Колоссе нам 1.3. «Мы имеем победу над дьяволом». В Колоссе нам 1.13 сказано, «Избавившего нас от тьмы и введшего в царство возлюбленного сына своего». Значит, мы избавлены от тьмы? Избавлены. Колоссе нам 2.15. «Отняв силы у начальства, у властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Кто отнял эти силы и начальства? Иисус, Христос. Какие это начальства и власти, и силы? А то, что мы читали в Ефесе нам 6 глава. «Наша брань не против крови плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Иисус Христос пришел и отнял эти все царство, которое захватил, так сказать, сатана и объявил себя неким царем. Нет! Он отнял у него власть и подверг позору его». Иоанна 12.31. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего будет изгнан вон». Это обетование Божие. И надо это исповедовать в своих каких-то проблемах, в своем унынии, когда не получаются какие-то дела. Сатана изгнан вон. Пошел вон, сатана. Нет тебе места ни в моем доме, ни в моей душе, ни в моих мыслях, ни в моих обстоятельствах. Я исповедую Господа Иисуса Христа истинным своим спасителем. Он мой царь, он мой господин. Я буду жить по его правде. Скажу нет греху. Противостаньте ему. Потому что сатана нанизывает. Если одно захватывает, потом другое, третье, и строит свой фундамент, а потом на нем выстраивает дом. Евреям 2.14. «Как дети причастны плоти и крови, то он также, то есть Христос, воспринял оные, дабы смертью лишить силы державу смерти, то есть дьявола». Вот почему Христос пришел в человеческом образе. Потому что мы, дети Его, причастны плоти и крови. Поэтому Он был причастен тоже ко всему этому. Для чего? Чтобы своей смертью лишить силу державы смерти. 1 Иоанна 3.8. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Когда Господь воплотился и начал служение людям, что случилось? Открылись врата ада. Демоны узнали Его, они падая, не скричали. Возьмем текст, доказывающий это, Лука 4.34. «Демоны говорили, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». В Матфея 12 глава с 22 по 32 стих давайте мы прочитаем о сатане и о демонах. «Тогда привели к нему, ко Христу бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой, немой стал говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил, нет ли Христос, сын Давидов? А фарисеи, услышався, и сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу Вильзевула, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышление их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? «Если я силу Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, чьи силу изгоняют, посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царство Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня. Кто не собирает со мною, тот расточает. «Посему, говорю вам, всякий грех, хула, простятся человеком, а хула на Духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, а если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. И когда нечистый Дух выйдет из человека, ходит по бозводным местам, ища покоя, но не находит, и тогда говорит, возвращусь домой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным, убранным, тогда идет, берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и, бывает, для человека того последнее, хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Посмотрите, что мы узнали о демонах. Смотрите, Дух немой, Дух бесноватый, Дух слепоты. И мы видим, что Иисус Христос исцелил такого человека, этого бесноватого, слепого и немого. И народ удивлялся, а кое-кто и подстрекал, да он изгоняет силу Бельзевула. И Христос объясняет, как же Сатана Сатану может изгнать? Если он Сатана и Сатану изгоняет, значит, его царство разделилось. А я чем изгоняю, сказал он? Кем? Силой Духа Святого. И тогда я Духом Божьим изгоняю бесов. Значит, о чем говорит? До вас достигло Царство Божие. И еще нечистый Дух, знаете, ему неспокойно. Когда его изгоняешь, и если ты не наполнишь это место, святое место, говорят, пустым не бывает, и тогда, если оно не наполнено, будет Словом Божиим, служением Божиим, праведностью Божией, определенным Божьим характером, когда мы стремимся. Мы не все ангелы, и не будем ими здесь на земле, но мы все-таки подражаем Христу, стремимся к этому. Тогда мы видим, что Сатана, знаете, нету места ему. Но если это не будет наше место занято Христом, то он идет и более злых приводит. Лука 4, 18-21. «Ду Господень на мне», говорит Христос, «Он помазал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Кто это измученные на свободу? Это те обольщенные, измученные дьяволом. Люди, измученные дьяволом, пребывают во грехе, в пьянстве, в прелюбодеянии, в наркотиках, во все, что есть только греховного в человеке. Сатана всяческие пороки дает человеку, чтобы человека в конце концов погубить. И мы, читая Евангелие, видим 16 упоминаний о том, что Иисус Христос и его ученики сталкивались с дьяволами, с демонами. И Иисус Христос, мы читаем Марка в первой голове, что Он ходил по всей земле, изгоняя кого? Бесов. И почему столько раз происходили эти столкновения с бесами? Когда демоны узнавали Иисуса Христа, они трепетали перед Ним. Они знали свою участь. И Господь говорил, что пришло Царствие Божие. И пришло время, значит, какое? Атаковать сатану. И поэтому мы тоже, имея этот меч духовный, Слово Божие, как христиане, имеем все виды оружия для того, чтобы иметь победу в духовной войне. Интересная такая операция Маркет Гарден называлась. Это крупномасштабная военная операция на высадке в Нормандии. И вот там была плохая связь. И что случилось? Это битва между соперниками Патоном и Монгомери. И тысячи людей погибло во время этой операции. Из-за чего? Потому что были пренебрежения принципы коммуникации. Радиостанции были устаревшими. Они не функционировали так, как должно. Из-за этой плохой связи американские солдаты наблюдали за тем, как американские самолеты сбрасывали провизию в немецком тылу. Из-за испорченности раций было невозможно заказать провизию для этого района. И многие тысячи людей были убиты. Одна дивизия отделена от другой. И вы потерпите неудачу, дорогие мои, если будете пренебрегать оружием атаки. А оружие атаки – это Слово Божие молитва. Почему я привела этот пример в Монгомери? Потому что наше оружие – это Слово Божие. Молитва – это все тоже связь, коммуникация с Богом. И когда связь, эта коммуникация с Богом нарушена, то есть не пребываем в Слове Божьем, не пребываем в молитве, нарушение – это ведет к чему? К падению, к сокрушению, к разочарованию, к огорчению. Финал плохой. Поэтому будем отражать атаки сатаны, как отражал их Христос. Отойди от меня, Сатана. Будем использовать Слово Божие. Потому что Слово Божие, Христос, когда созвал учеников, Он дал им власть над бесами, Он дал им власть врачевать всякие болезни, послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Эта власть была дана 12 апостолам. И эта власть сегодня дана нам. Эта власть, чтобы сокрушать всякую вражью силу. Поэтому не бойтесь сатану, не бойтесь дьявола. Отражайте его Словом Божиим и крепкою верою, и сатана убежит от вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok